Мы находимся в Киеве, в уютном ресторанчике, не будем называть его названием, потому что это не реклама. Сегодня мы зададим вопросы сестре Надежды Савченко, младшей сестре Вере. Вера, добрый вечер. Добрый вечер. Вы можете ответить на русский язык, как вам лучше. Для россиян, Вера, вы можете отвечать русским языком или украинским языком, как вам будет удобно в процессе разговора. Все, что непонятно, я постараюсь перевести. Это ваша старшая сестра. Что для вас, Надя? У нас разрыв в возрасте годы 8 месяцев, так что почти ровесница. Это подруга, наставница. Что это? Это больше, чем подруга. Ну, это сестра. Но наставницы мы друг для друга, то есть авторитет у нас одна в другую. Поэтому такая команда. Когда она проходила все стадии становления, то и Надя Савченко, которую мы знаем сегодня. Это служба, это вот эти горячие точки, то же самое сражение, тот же самый плен. Вот эти все сложные этапы. Когда вы следили, как вы на это реагировали? Вы, мама, как? Ну, Надя всегда была активной, активным человеком. Она не усиживалась на каких-то офисных работах, и я понимала прекрасно, что это не ее. То есть она человек действия? Да, да, да. Она хотела быть военным журналистом, но все. Дорого было платить за обучение, поэтому она отучилась только там год, один семестр. И поэтому я вболевала, как это будет русским. Ну, переживала, хотела, чтобы она нашла себя. И когда родилась мечта о военном летчике, то, конечно, для этого нужно было... Ну, для женщины это практически невозможно с нашим уровнем. Раньше, когда в Украине, была ли женщина военным летчиком? Прецедент был до этого? Я знаю, что у СССР еще был... А в новой Украине по-советски? Насколько мне известно, нет. То есть в Анаперша? Да. Вместе с ней еще была одна девушка. То есть их было там две. Вот. Так вот случилось, что... Изменились ли отношения после того, как Надежда уже военный летчик? Вот между вами отношения? Нет, конечно. Она стала строже, она стала немножко другой. Как? Если так брать по жизни, то намного строже и серьезнее я. Иногда люди думают, что я старшая сестра по своему поведению и так дальше. Поэтому Надя... Я архитектор, у меня творческая профессия. Но Надя иногда намного творческий человек, нежели... Она любит театр, она делает своими руками такие вещи потрясающие для дизайна тоже. В дизайне. То это... Ну, ничего не поменяло от Нади. Отношения в семье. Как сейчас мама? Знает ли она все в подробностях? Что происходит там, в Москве? Ну, конечно, сейчас интернет, и мама уже умеет им пользоваться. Поэтому мне все сложнее скрывать от мамы плохую информацию, чтобы она не тревожилась, потому что ей уже 77 лет. Но, конечно, мама очень переживает за нас. За Надю особенно. Ну, это мама. Ребенок упадет, поцарапает коленку, мама уже переживает. Или ребенок сидит в тюрьме или в окопе на поле битвы, и мама также переживает. Или мама. Перейдем к Наде, к сегодняшнему дню. Вот это эпопея с ее переводом в больницу. Сколько дней она там пробыла, по вашей информации, вот на то, что вы знаете? Три или два, я точно не поняла. Три или два дня. В условии содержания ее не устроили? Там хуже, там никого не пускали, ничего не передавали. В душ, в туалет, в наручниках. Ну, дикость. А как можно в душ, в наручниках? Ну, я не знаю, почему. То есть сопровождение, видимо, в душ. Да, я не думаю, что это какой-то устав там тюремный или чего-то еще. Это просто были нарушения прав человека. Но об этом сейчас уже судить не будем. Ну, почему? Я прекрасно понимаю, что Надю пытаются морально и физически сломать. И это ни для кого не секрет. Что эта хрупкая и голодающая девушка оказалась очень крепкой волевой. Волевым крепким воином, я бы даже сказал так. Который даже там за решеткой борется за волю всей Украины. И для меня, как для российского журналиста, это абсолютно понятно после того, как я ее видел. Что сейчас? Ее вернули в прежнее место содержания? Да, ну, в СИЗО-1, в Матровске опять. Я не знаю, как, потому что связи очень мало. Выходные. Адвокаты говорили, что правозащитники туда зашли на выходные. Но со мной никто не связывался. Некая доктор Лизи ее регулярно посещает. Но я не могу найти ее номер телефона. Я звонила в офис. Мне сказали, 5-го обратиться. Но 5-го я сама полечу в Москву. И очень надеюсь на помощь. Он был с нами на Панфиловой Аллы Александровны, чтобы она помогла. И Алла Александровна. Да. Алла Александровна помогала. Вот ей нужно отдать должное. Она во многом шла на встречу. И вот я надеюсь, что поможет в этот раз. Каково самочувствие физическое сейчас, если вам что-то известно? Известно, несмотря на то, что она принимает какое-то там количество пищи, чтобы после этой длительной голодовки, которая держала ровно 83 дня, 40 дней, из которых вообще без всякой поживной речи, полезных веществ каких-то. Как бы до сыра поживной? Полезных веществ, наверное. Полезных веществ? Только вода с под крана. В тюрьме набрал себе стаканчик воды и пей весь день. Поэтому это ужасное качество воды. Это 40 дней. Потом уже начались такие процессы, которые нельзя было дальше сдерживать. Это изменение формулы крови. Это сгущение крови. Она мерзла. Кровь не поступала к органам. Она могла гореться только в душе. В горячей воде. Она понимала это все? Да, она понимала. Это осознанно. Ну, то есть там как произошло? Второй самый ужасный симптом – это сухарная кома. Такая микрокома, которая на секунду вырубает мозг. Это так, коротит мозг из-за недостатка сахара. Тюремщики, когда она огласила голодовку, они злорадственно выгребли все продукты, чай и кофе. Ну, и, наверное, там ставки ставили, сколько же она продержится. И вот, когда спрашивают, что, может быть, с ней там панькаются, чего же принудительно они начали кормить, то они, наверное, сами прощелкали этот момент, потому что через такой период времени, они же там все надеялись, что вот она сама попросится скоро, вот как бы так, с издевочкой. И уже прошло это время, и они уже, если бы принудительно начали, то они бы просто уничтожили физически. Порвали бы это же достаточно. Сейчас она частично что-то принимает из пищи, да? Да, вот на 41-й, там, 83 дня ей кололи глюкозу, аминокислоты, но вены не способны так часто принимать уколы, 43 дня подряд, каждый день. Они, пошла аллергия, поэтому какая-то жидкая пища, хотя тюремщики пытаются накормить там чем угодно, лишь бы только скорее вес набрать и закончить это все. Но сейчас все равно здоровье уходит, вот это плохо, что здоровье не прибавляется. То есть там может быть та ситуация, которая будет необратима, когда уже пройдет что-то такое, то, что поправить будет невозможно. Надя, летчик, она о своем здоровье очень дорожит и никогда не пожалуется, что у нее что-то болит. Там будут это украинские, заморские врачи, она все, вот она показала, все нормально, у меня ничего не болит, все, я хорошо, здорово. Потому что летчикам здоровье важно, но сейчас оно, конечно, уходит. Вот это страшно. Я задам вопрос, для украинцев он будет немножко наивным и смешным, но для людей, которые слышат этот репортаж из России, слышат его специально, мы записываем на русском языке, он будет действительно важным, поскольку в России никто не знает, кто такая Надежда Савченко и никто не понимает, почему она голодает. Что она хочет добиться своей голодовкой в двух словах по-русски? Для тех, кто не знает. Вот имеется в виду российская публика. Надежда Савченко, есть украинский офицер, старший лейтенант, которая закончила высший университет по военному пилотированию. И сейчас она содержится в российской тюрьме в сезон номер один. Голодовку она объявила против, в первую очередь, агрессии России в Украине. Она борется, она таким способом боролась за Украину и борется. И против своего незаконного удержания, похищения с территории Украины и удержания под стражей. Ее просто вывезли. Да, погибли люди, журналисты, российские, ВГТРК, телеканал Корнелик и Волошин. И кто-то должен отвечать, вот, чтобы российские спецслужбы долго не морочатся, нашли, ну, козла отпущения, быстренько скрипали белыми. То есть нашли того, на кого им было бы удобнее это списать. Ну, да, да, вот, ну, женщину, там можно наводчик, не может же она там мины таскать или кто-то еще там быть, ну, я не знаю, я не военный. То есть можно ее представить как человек, который передавал координаты для того, чтобы... И некий следователь, который сейчас пошел очень быстро по карьерной лестнице, Дриманов Дмитрий, он лично принимал ее с мешком на голове через границу в Воронеже. И вот сейчас он всему миру рассказывает, какая она ужасная, подлая беженка с Украины на Россию. Вот, удерживается под стражей. А давайте мы сразу еще раз для граждан Российской Федерации сразу определимся. Я знаю ответы, но я буду спрашивать вас для русской публики. Скажите, добровольно ли Надежда Савченко попала из Украины в Россию? Нет. Надежда Савченко была вывезена с центра Луганска с шестьмя автомобилями с мешком на голове. Два крайних автомобиля, которые ее этапировали поэтапно, да, они очень боялись, чтобы она не увидела, кто же это. Был слышен русский акцент, потому что вот все русские, которые, наверное, смотрят, российские граждане, которые меня смотрят, видят, что у меня акцент украинский. Мы также слышим акцент российский. Мы сразу понимаем, человек с Россией. Как мы отличаем украинцев, которые говорят по-русски, так и украинцы отличают. Поэтому Надя вот этих двух автомобилей сразу слышала язык, уже акцент российский. Это были российские граждане, я не знаю, спецслужбы, военные. Изначально она была в плену у? Ну, у противника, который стоял тогда в Луганске. На территории Украины, у тех, кого в России называют оболчанцами, извините, я их называю террористами. Ну, я, чтобы никому не золить слух, буду называть противник. Противник – это те, которые воюют честно. Я не хочу вас поправлять. Я поняла вас. Противник – это тот, кто имеет честь и достоинство, форму, шевроны, принадлежащие армии какого-то государства. Когда эти люди до этого дорастут, я тоже их буду называть противником. Так что я не хочу вас прерывать. Значит, изначально она попала все-таки в плен, так как я и говорю, она попала в плен там. Да, да, да. И вот некий Игорь Плотницкий. На территории Украины. Да, 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 да. Это есть на видеороликах, которые уже затерты. Вот эта фраза Надежды Савченко, та, о которой долго говорили россияне, когда она сказала, это что, вы меня будете учить защищать мою родину? Теперь она должна быть понятна и россиянам. То есть Савченко пыталась сказать представителям российской Фемиды то, что, а почему вы должны меня учить на территории моей собственной страны защищать мою родину? Я защищал свою родину у себя дома. Вообще много странных, мягко говоря, вообще смешных событий в этой всей действии. Если произошло все на территории Украины, шановни, ноги в руки, следственный эксперимент, езжайте на Украину и делайте следственный эксперимент. Шановни, значит, уважаемые. Ну да. То есть, пожалуйста, проводите эксперименты, приезжайте в Украину. Да, поэтому непонятно, чего там сидеть, шить дело одно, другое, третье, которое валится белыми нитками, и как-то стягивать это все кучи, какие-то фейки запускать информационные. Вы сами от себя не устали. Ну, это все. Граждане России вас видят впервые. В двух словах. Вашу сестру украли. Над вашей сестрой издеваются. Я не хочу вот это, знаете, как смягчать, я говорю, как есть. На сегодняшний день никто из нас не знает судьбу, которая ждет вашу старшую сестру Надежду. Надежда – символ воли и духа Украины на сегодня. Я ничего не преувеличиваю. Скажите, ваше отношение к россиянам, поскольку все-таки для меня это важно. Это люди, граждане страны, в которую вывезли Надю и в которой ее судят. Ваше отношение к россиянам и, может быть, вы что-то хотите сказать именно гражданам России? Не помню слова, чьи это, какого политика. Нет плохого народа, есть плохие правители. Это... У нас никогда не было никакой предвзятости к российским гражданам. Мы с сестрой вообще не против России там. И все события в Украине, на Майдане, которые так любят в России повторять, там не было Майдана, не было все этого, были не против России или не за Европу. Мы были против коррупции, которая просто расцвела при нашем Януковиче, который сейчас трусливо поджал хвост сидит там у вас где-то, не знаю, в Ростове-на-Дону или где. Поэтому никакой здесь ненависти. Мы против путинской России, против того, что сейчас там, точно такое же, как у нас при Януковиче. Только в сто раз, наверное, сильнее. Вера, я хочу вам сказать спасибо, я хочу вам пожелать удачи. Я всегда, везде пишу удачи и свободы. Сегодня это важно, как никогда, по отношению к вашей сестре. Я хочу через вас передать слова благодарности вашей маме, чтобы она держалась, держалась, как может, поскольку действительно и вы, и Надя, это достойные дочери, которыми можно гордиться гражданам своей страны, россиянам. Я хочу сказать просто, прежде чем считать украинцев врагами. Я нахожусь в Киеве, посмотрите внимательно. Сестру этой девушки действительно украли. Над сестрой этой девушки действительно издеваются. Сестре этой девушки грозит все, вплоть до гибели. Несмотря ни на что, Вера никого не проклинает. Она не озлоблена. И я вам готов сказать, что она говорит абсолютно искренне. Я не уверен, что кто-либо другой, находясь в положении Веры, вел бы себя так же достойно, как это делает она. Удачи и свободы. С вами был Владимир Шрейдлер.